В соответствии с указом президента, в Вологодской области открыты призывные пункты. Сегодня проверил, как они работают, как относятся к призывникам, какое сделано для них обслуживание, в том числе питание, как относятся к работе военкоматы, к военнослужащим будущим, как организовано рассмотрение справок и медицинских свидетельстваний. Все проверил, все посмотрел. Сегодня пообщался с призывниками, рассказал о мерах поддержки, которые приняты правительством Вологодской области. Главное, принято решение о том, что мы каждому, кто от Вологодской области призываются в вооруженные силы, единовременно выплачиваем 100 тысяч рублей. Это те, кто призывается с 21 сентября, единовременно 100 тысяч рублей. И 10 тысяч рублей ежемесячно, пока наши ребята не вернутся с специальной военной операции. Эти деньги можно будет переводить на свои личные карточки, на карточки жен, родственников, детей. Специальный бланк заявления пишут номер реквизитов, и мы эти деньги будем ежемесячно переводить на поддержку семей, тех, кто ушел по призыву. Еще одно решение, которое принято, это закрепление за каждой семьей военнослужащего, который ушел на службу, социального работника, который будет заниматься всем необходимым, решением бытовых вопросов, прежде всего. Детский сад, школа, материальная помощь, поддержка, лекарственное обеспечение. И эти 10 тысяч рублей будут, 10 тысяч рублей и соответствующая помощь социального работника, закрепленного, будут до того момента, пока они не вернутся. Еще одна инициатива, которую я сегодня озвучил, по рекомендации Министерства обороны, мы не стали резко увеличивать количество вещей, которые необходимы в армии, потому что все необходимы обеспечить Министерство обороны на пунктах сбора, в том числе обмундированием, обувью, теплой одеждой. Поэтому мы приняли решение, в соответствии с рекомендацией Министерства обороны, выделить только спальные мешки, теплые спальные мешки и прорезиненные коврики, чтобы можно было военнослужащим отдыхать во время больших переходов. Вот это необходимо, чтобы сохранить тепло, сохранить здоровье. Вот это решение, которое тоже принято. Еще одно решение, это принял совместно с городом Вологдой, мы формируем сухие пайки на транспортировку призывников до места сбора. Это Кострома, Нижний Новгород, другие города, переезды очень большие, по 10-12 часов, поэтому сухой пайок усиленный будет организованно выдан каждому, и в том числе медицинская аптечка со всеми необходимыми лекарствами. Это тоже с завтрашнего дня, все во время отправки будет организовано и выдано. Поэтому все эти задачи, которые сегодня озвучены, они будут до каждого призывника, который от Вологдской области уйдет в этот призыв, доведены сегодня же, и даже если они уже воинской части, то все эти решения до воинской части тоже будут доведены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова